Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим комментарий, опубликованный в официальном телеграм-канале Кооператива Bestway, по поводу решения суда, которое было принято в Москве по иску Кооператива Bestway к Центробанку Российской Федерации. Итак, напомню, в чем суть дела. В арбитражном суде города Москвы 18 мая 2022 года прошло слушание. Резолютивная часть решения объявлена 18 мая, решение в полном объеме изготовлено 25 мая. В предыдущем видео я уже зачитывал решение полностью, если вам это интересно, можете ознакомиться. Но в данном видео я не буду зачитывать полностью, а напомню просто суть. Итак, суть дела состоит в следующем, что межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни Bestway, далее заявитель кооператив ПК Bestway, обратился в арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными действий Центрального Банка Российской Федерации, далее ответчик Банк России, выразившихся во включении ПК Bestway в опубликованной на официальном сайте Банка России, ссылка здесь, список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как содержащие признаки финансовой пирамиды, об обязании исключить ПК Bestway из опубликованного на официальном сайте Банка России списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как содержащие признаки финансовой пирамиды. Проще говоря, Центральный Банк Российской Федерации на своем сайте имеет список компаний, имеющих признак финансовой пирамиды, и в этот список попал потребительский кооператив Bestway. Так вот, потребительский кооператив Bestway обратился в арбитражный суд с требованием обязать Центробанк удалить Bestway из данного списка. И переходим к решению суда. На основании изложенного и руководствуясь статьями 65, 167 по 170, 176, 181, 200, 201 АПК РФ, суд решил в удовлетворении заявления межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни Bestway отказать. Проверено на соответствие требованиям действующего законодательства. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в 9-й арбитражный апелляционный суд. То есть кооператив обратился в суд с целью заставить Центробанк РФ удалить кооператив из списка финансовых пирамид, а суд принял отрицательное решение и в иске было отказано. То есть по сути суд отказался обязывать Центробанк удалять кооператив Bestway из списка компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. А сейчас давайте посмотрим, как данное решение суда прокомментировала администрация кооператива в официальном телеграм-канале. Итак, арбитражный суд Москвы на прошлой неделе отклонил иск потребительского кооператива Bestway к Центробанку России о признании незаконным действия по включению его в так называемый список организаций с признаками финансовых пирамид. Мы много раз писали о том, что список этот не имеет никакой юридической силы. Включение в этот список не регламентировано никакими нормативно-правовыми актами и, кажется, даже внутренними инструкциями Центробанка. Естественно, что нет никакого законного порядка исключения из этого списка. Как, впрочем, не было и решения о включении в этот список. Сам список – это просто текстово-графическое изображение на сайте ЦБ, на основании которого участвующие в атаке на ПК Bestway госорганы совершают необъяснимые с точки зрения закона действия. Именно список ЦБ, который де-факто является демонстрацией частного мнения отдельных чиновников регулятора, явился основанием, якобы, по которому Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурсы кооператива. Именно список ЦБ является основанием, по которому выводы о законности или незаконности деятельности Bestway делают не только в Генпрокуратуре, но и в МВД, который расследует уголовное дело о мошенничестве, а никак не о деятельности финансовой пирамиды, что также было подтверждено в этом судебном заседании. В этой связи на оспаривание и самого факта включения в список ЦБ и цепочки следствий этого включения направлены серьезные юридические силы кооператива. К сожалению, пока переломить официальную позицию следствия, полиции, ЦБ и Роскомнадзора в судах не удается. И это вынуждает нас оценивать происходящее как спланированный и последовательно реализуемый государственными органами комплекс мер по дискредитации и разрушению текущей деятельности кооператива. Однако, каждое такое судебное заседание является важной частью юридической работы. Мы по-прежнему настаиваем на полной законности деятельности ПК Bestway. Мы уверены в том, что оценка текущей ситуации исключительно сквозь призму действующего российского законодательства мгновенно разрушит наступательную риторику ЦБ, Генпрокуратуры и МВД, поскольку у нее просто нет юридического базиса. Судебное заседание в арбитражном суде Москвы длилось больше часа. Наши юристы имели редкую возможность развернутой полемики с представителем ЦБ. Каждая сторона имела возможность высказать свои доводы и задать вопросы оппонентам. Из этой эмоциональной дискуссии по-прежнему следует, что само попадание в список ЦБ, по мнению представителя ЦБ, не несет правовых последствий и якобы не нарушает прав кооператива. ЦБ настаивает на том, что включение в список носит исключительно предупредительный характер. ЦБ настаивает на том, что попытки оспорить попадание в этот якобы предупредительный список, на основании которого Роскомнадзор, Генпрокуратура и МВД фактически заблокировали работу кооператива, не имеют смысла. Отстаивать в судах нужно деловую репутацию нашей организации. К слову, по этому поводу мы тоже подали соответствующий иск, который застрял в судах. В ходе судебного заседания представитель ЦБ РФ подтвердил, что никакой проверки деятельности ПК Бествей, предшествующей попаданию в список, ЦБ не проводилось. Не существует никаких документов о начале такой проверки, ее окончании, не зафиксированы результаты, не существует вообще никакой внутренней документации ЦБ по этому поводу, равно как не существует и регламента проведения таких проверок, точно так же, как и конкретных должностных лиц, которые бы ее проводили. Наши оппоненты из ЦБ утверждают, что включение в де-факто смертоносный для кооператива список санкционировано на основании анализа данных из открытых источников. Такого термина в действующем российском законодательстве не существует. А документы у самого кооператива до принятия решения о том, что он якобы финансовая пирамида, не запрашивались по той простой причине, что ЦБ не имеет на такие запросы прав. То есть на внесение кооператив в список пирамид, имевшее критическое значение, ЦБ РФ имел право, а на то, чтобы запросить у кооператива документы по обстоятельствам, вызывавшим вопросы, не имел. Также в ходе заседания выяснилось, что выводы о существовании признаков финансовой пирамиды сделаны на основании нескольких заявлений граждан. Персональные данные так и не были представлены в суд. И осмотр сайта потребительского кооператива. А также факта того, что в отношении сотрудников неких якобы связанных с ПК Bestway структур расследуются уголовные дела. Представитель ЦБ РФ подтвердил, что в установленном нотариальном порядке доказательства осмотра сайта не заверялись. Заявления граждан с их претензиями к кооперативу датируются сроками трехлетней давности. А на момент публикации списка ЦБ в ноябре 2021 года сайт и учредительные документы, на основании которых якобы и принималось это решение, были неактуальны. Кроме того, представитель ЦБ отказался назвать конкретных должностных лиц, которые проводили анализ, в кавычках, а также приняли решение о внесении кооператива в список, в кавычках. В целом, представители ЦБ пытались доказать законность действий по внесению кооператива в список финансовых пирамид с ссылками на односторонний анализ документов, полученных из открытых источников. который был проведен не в рамках какой-либо проверки, в неустановленное время и неустановленными сотрудниками регулятора. Казус состоит в том, что практически вся эта позиция ЦБ была заключена в устных пояснениях в судебном заседании, читая в словах, которые должны были быть приняты на веру. В ситуации, когда утверждения о незаконности деятельности ПК Бествей исходят от государственных и силовых органов, в унисон и без малейшего сомнения возможности подвергнуть эту аксиому сомнению, этих слов достаточно. Но малейшее отклонение в сторону пиетета к действующему законодательству либо открытая и равноправная дискуссия с разбором действий регулятора по пунктам, за что спасибо арбитражному суду города Москвы, мгновенно разрушает эту позицию. Именно поэтому мы продолжаем последовательную работу по доказыванию законности наших действий и ничтожности практически всех оснований, которые привели фактически к блокировке работы кооператива. И в данном случае ждем полный текст решения суда. 25 мая полный текст решения суда был опубликован и в телеграм-канале кооператива Bestway был опубликован следующий комментарий. На следующий день, 26 мая, вышел полный текст постановления, ссылка, Московского арбитражного суда по иску потребительского кооператива Bestway к Центробанку России о признании незаконным действия по включению его в так называемый список организаций с признаками финансовых пирамид. Иск был отклонен, мы об этом писали подробно в двух частях в посте выше. Решение суда представляет собой почти дословное копирование отзыва Центробанка, который был направлен в суд в марте. В решении суда нет ни одного абзаца с описанием доводов представителей кооператива и мотивов их отклонения. Такое впечатление, что в разбирательстве принимал участие только судья и представитель Центробанка, а юристы Bestway молчали. При этом суд включил в решение все доводы Центробанка, включая совершенно иррациональные. Например, следом за ЦБ суд в принятии решения опирается на якобы проведенный анализ устава кооператива в редакцию 2017 года, которая на момент проверки устарела на 3 года. Также суд в принятии решения опирается на пресс-релиз на сайте Генпрокуратуры. Список этот можно продолжать почти бесконечно, но мы писали об этом выше. Гораздо важнее опровержение доводов ЦБ тот факт, что позиция юриста в Bestway не была учтена в каком бы то ни было объеме. Про нее в решении суда просто нет ни одного слова. Решение Московского арбитражного суда безусловно будет обжаловано в законном порядке. 5 июня Сергей Иванович Крючек опубликовал видеообращение, в котором рассказал о текущей ситуации в кооперативе и о том, что делают юристы кооператива для исправления текущей ситуации. В следующем видео мы как раз делаем разбор основных моментов, которые были озвучены Сергеем Ивановичем в его выступлении. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб Возможности безграничны.